андрей привет да 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 андрей время не получилось да да я как у журналиста у тебя прошу прощения вот в любом случае смотри ситуация развивалась как вчера я диму начал настраивать нужно пообщаться нужно пообщаться потому что есть публика которая пытается понять вообще будет ли там какая-то экстрадиция будет ли вообще что-либо вообще в этом кино значит ну понятно дима это его там стезя у нас на украинском так это называется там это его тема там и он бы там с удовольствием себя распиарил сегодня утром рома позвонил диме ну просто позвонил и начал да потому что начал начал паниковать какого хера ты выходишь а это андрей вообще что это андрей придумал дима забоялся хотя я диме написал могу скрин переписки скинуть и гарю дим тебе дали всего 1500 долларов всего лишь символично горю ты это очень дешево продаешься ну там рома раздает там деньги там другими цифрами абсолютно ну как бы дима там политика адвоката и так далее начал там занимать эту позицию тем не менее у вас у всех есть его контакт дима это адвокат рома он отказался сегодня ну и я не знаю как себя вести вот я читал уже переписку но отказался отказался как говорится он вчера он вчера подтвердил и я подтвердил также потому что мне как бы неловко и не хорошо выглядеть но с другой стороны ну ладно окей да у меня смотри андрей у меня есть другой смысл этой всей истории но к если надо там прижмут и диму и все и расскажет и димой кто угодно что и как вообще все проводится вот и дима очень подробно тоже участвует ну по роману ты понял да у меня есть возможность для романа помочь да непонятно там нравится ему там эти люди не нравятся он сам это знает он знает мою историю знает моих людей у меня есть там цифры которые вообще готовы вообще все закрыть абсолютно вот мы сейчас говорим про ливан вот и я лечу просто так вот через несколько часов ну могу показать там что в аэропорту буду там билеты посадочные вот я лечу через несколько часов туда где рома вот хочет он он пойдет по этому пути не хочет он пусть не идет окей я погуляю то есть ты летишь в ливан именно чтобы предложить роману нет 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 я лечу я лечу нет нет я лечу на кипр только я лечу на греческий кипр на ту сторону на ноги кипра кипра различается вот я лечу на ту сторону и там якобы там через полчаса до заберусь до друг на другую сторону понятно да ну так кипр отличается потому что роман держание находится и джата турецкая сторона кипра я лечу в ларнаку вот поэтому доехать мне до романа это 30 минут честно говоря ну так но так а вы планируете с ним встречаться или пока нет ну странная вот штука что он панику устроил из чата позвонив диме это очень удивило честно говоря вот я знаю что с димой общался всегда его адвокат вот по тем ну по теме там международного розыска вот и все как бы это было тихо но сегодня как бы там может быть после вчерашних моих сообщений там началась какая-то там суета и роман мне не звонил я с романом не общался но так андрей вот мне мне и странно что ты вроде бы но в бизнесе давно то есть мне кажется тут надо было просто действовать более дипломатично если ты знал что летишь на кипр так для начала наверное надо было с романом встретиться пообщаться узнать его настроение прозондировать почву как он смотрит на то зачем зачем я дуба и договаривались мы а дуба и договаривались о такой же встречи это это неважно у нас была уже встреча подобная по договоренности ну да ладно это как говорится ну не состоялся смотри андрей 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 смотри мне неловко потому что ты как журналист ведешь себя очень грамотно вот ну вот дима вот сейчас он спрыгнул вот вчера еще был согласен и он неожиданно ушел со связи после звонка романа я понимаю ты выкладывал же переписку он дал согласие именно свое личное но он не спрашивал как бы разрешение романа а роман видишь насколько я понял все-таки настоял чтобы он никуда не выходил ни на какие созвон я и я не понимаю мотивацию димы честно говоря потому что дим дима толком ничего не заработал с этом но понятно но так вышло так вышло пока пока вот такая картина андрей смотри по крайней мере да я скажу так вот ну как ты говоришь я действую как журналист ну еще раз цель нашего чата именно стараться с разных сторон рассматривать всю имеющуюся информацию то есть у нас нет цели там кого-то радовать восторг приводить рассказывать только позитивные новости абсолютно абсолютно не бывает позитивных новостей на тонущем титанике да надо просто конкретно там решать проблемы да и в принципе но вот и на предыдущих созвонах там рассказал много интересных моментов и конечно было бы здорово что если бы например твоя встреча с романом василенко там состоялась если роман василенко не хочет выходить ну и не хочет сам выходить к народу и объяснять может быть не хочет чтобы его адвокат выходил но может быть какие-то моменты хотя бы он через тебя мог бы озвучить что что происходит какие планы и так далее потому что вот получается целый год происходит информационный вакуум именно с его стороны ну ты ты сам это знаешь ну смотри андрей мыши общаясь с романом и сегодня тоже очень быстро роман моментально отреагировала позвонил диме если ну вы можете как бы там попытаться вызвать диму начат я могу сейчас там тоже под напрячь там сказать дима давай ну я не знаю ну то есть хорошо это или плохо будет то есть он там пытается там адвокатскую этику всякую менять и так далее смотри с ромой мы общались вот до этого всего чата из камбоджа когда я был камбоджа и он сказал так что мне нельзя ни перед кем появляться абсолютно ну вот это и все его было в андрея но 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 давай так но мы договорились что мы увидимся и он был в этот момент не на кипре он был в дуба то есть мы договорились увидится в дубае я даже более чем уверен он слушает сейчас переписку нашу ну там наше общение мы договорились дубая я сейчас готов полететь ну как бы я все равно уже это делаю я уже не буду ничего менять поеду на кипр вот там где рома находится вот мне все равно где гулять как украине у меня вместе у меня есть возможность для романа предоставить цифру там в 5 миллиардов долларов это не шутки ну это просто не пошутили это ливан это король ливана тот о котором мы еще скандал там прошлом году устраивали он готов рассмотреть это все мы можем очень многие вопросы по закрывать очень многие можем по закрывать и да я конечно там преследую здесь финансовую цель но так ром на выходе на связь чё ты звонишь диме у меня вопрос ты чё диму пугаешь он диму пугает сейчас нам это нельзя андрея не послужит послушал или не послушал не так это или так но конечно и романа не предупреждал о том что я диму хочу вывести на связь поэтому диму рома там сегодня утром предупредил поскольку вот это очень странно понятно ну не знаю как не действовать я не буду в чате там извиняться перед всеми ну что но я хотел помочь окей ну хочу извиняться это решение дмитрия там сначала дал заглазить у него у него есть контакт ему могут написать все абсолютно все кто угодно он не меняется его контакт дима сказал мне сегодня позвонила роман и роман на просят ни в коем случае никакого там эфира не устраивать вот так и все дима на то смотри смотри я сейчас немножко сменю тему вы смотрите сейчас у нас на созвоне 50 человек на смотрите господа вот может быть роман василенко присутствует анонимный сейчас в нашем созвоне и слушает то что мы сейчас обсуждаем смотрите то есть я сейчас ну может быть выступлю в роли адвоката василенко да и как бы от его имени сейчас скажу то есть он может может сказать ребята вам чё от меня надо я проблемы решая вам создал новую компанию там клуб united to live вот у нас там токены есть план конвертации и так далее да и у меня кабинета в клубе утил нету да у кого-то из вас наверняка есть вот я слышал от некоторых что именно жалобу на то что вроде бы пассивный доход есть да там что токен растет что-то начисляется но когда происходит конвертация вот идет все операции там комиссия там же мы читали у них целый план на по сжиганию этих токенов до чтобы именно увеличить их стоимость нужно делать следовать по модели дефляции то есть уменьшать количество токенов чтобы на них рос спрос и соответственно поднималась цена но из-за того что вот и происходят эти сжигание комиссии вроде как получается что ты начисления то какие-то видишь что-то получаешь что она как-то ходе этих операций постоянно сгорает пожалуйста вот мы сегодня общаемся да у кого есть кабинета в новом клубе можете своими ощущениями поделиться нравится вам не нравится да вот ну вот может быть наоборот кто-то в восторге вот какая классная система придумала что скажете андрей можно слово давай я думаю что вообще весь этот united to live он вообще никаким образом не относится к роману совершенно вообще то есть вы участвуете в новом кино которая перепродавалась там по баба база данных которых вообще там влево вправо на ее перепродавал женя ну так он думал сначала заработать много потом не получилось вот рома сейчас не участвует в этом кино абсолютно это не тема романа абсолютно знаете окей но я тут возражу вам потому что в мае прошлого года 22 появился сайт его официальный домен был лиг . лтд и о сам домен был оформлен именно на романа василенко его имя и даже домашний адрес на кипре я тебя могу да я понял ты по поводу там домина кому принадлежит а потом клуба рома не умеет потом клуб united to live переехал на новый домен где он сейчас сюда там уже не фигурирует имя романа она просто скрыта но изначально первый домен был зарегистрирован на василенко это один момент второй момент смотри дело в том что я сам этот вопрос задавал еще в прошлом году а если доказательство того что вообще этот клуб именно создан романом василенко то есть да сам роман публично нигде не заявлял нет ни одного ролика там или чу какого-то ну публичного заявления где бы он сказал да это мое детище это мой проект но первый момент то что мы обсудили домен был зарегистрирован на него а второй момент а с чего вдруг много лидеров компании life is good поперлись тогда в проект предположим что клуб united to live не имеет никакого отношения к роману василенко с какого перепуга тогда большое количество людей с life is good туда пошли то есть это получается совершенно посторонний проект которому роман не имеет отношения но естественно но это маркетинг затянули группу людей продав базу вот и все когда мы разговаривали с романом вот когда лично я разговаривал у меня был свой мотив там заработать я ему там предлагал цифру денег такое тоже нескромно вот значит я ему предлагал продать свою базу куда там вольется база данных life is good или как-то назвать там и за мной все вся вся эта контора грубо говоря туда перелиться вот роман был согласен у меня программист влад который работает он там сильно про украинский он сказал что ни в коем случае там русским не продал ничего там то что разрабатывал вот у нас вот такая была беседа я не уверен о том что life is good вот их вот этот сайт новый там да и токены все подряд принадлежит вообще теме романа во первых роман очень далек от всех токенов вообще от всего далек очень сильно далек рома это просто обычный человек все вот поэтому там где говорят там когда прибыль будет расти я не знаю вот это это сказка ну смотри ты же сам подожди ты же сам на предыдущих созвонок говорил что у романа сложная ситуация с одной стороны а по двоим словам он хочет с людьми расплатиться но расплачиваться нечем и надо придумать какую-то как можно с людьми расплатиться если у тебя денег нет а вот придумать такие токены которые просто ну фактически являются фантиками циферками но с помощью определенных там криптовалютных махинаций манипуляции можно добиться того чтобы курс этих токенов постепенно рос например с помощью той же дефляции там при каждой операции сжигая ценное количество токенов и курс постепенно поднимается ну как я понял вот эту идею то есть принципе но здравый смысл какой-то в этом есть логика а то это уверен что роман вообще понимает эту идею секунду смотри а а на бойченко на созвонах чё говорил роман технически не очень подкованный человек а зачем извините руководителю компании быть например программистом у него не в этом как говорится не в этом его задача 8 лет эти всю техническую сторону выполнял на бойченко со своей командой роман выполнял именно общее руководство зачем ему влезать там эти технический нюанс так и есть так ну господи но не так ну блин ну господи ну что что такое смотри на бойченко женя он сам не программирует он нанимает ну там всяких outside программистов я уже говорил ну как как там да правильно называют аутсорсинг да женя сам он вообще абсолютно если вы ему зададите сейчас два вопроса прямо в прямом режиме он вам ни на один не ответит как программист окей вот женя он далеко не программист он вообще не понимает этого всего так получилось когда мы знакомились я еще раз говорю вот мы знакомились по пьяни все вместе вот женя раньше у меня там по форексу разрабатывал для аль пари ну там всякие торговые роботы вот так сегодня мне кстати написал не вздумай хватит меня уже там пиаре давай тебе предложение какое-то дам что-то такое могу сейчас показать скрин а как можно разрабатывать роботов при этом не будучи программистом а потому что mql потому что mql это язык очень примитивный только на торговое приложение t4 mt5 и все он 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 очень простой его учит даже школьник вот он учится примерно в течение суток одних суток то есть не надо быть специалистом то есть жениров же женя немножко понимает и я понимаю точно так же кстати я могу профессионально кому-то ответить вам покажется что я крутой там программист какой-то вот mql это очень просто ничего такого нет хорошо вот значит все начиналось с того что они с ромой в сочи открыли офис инста форекс с этого с этого начала вообще все начало берется с этого у рома как и у меня были большие проблемы с деньгами для жизни для всего вообще в целом вот открылся офис вот я не знаю там чего не там предлагали но офис достаточно нормально раскрутился кстати в случае вот там какой-то был у них или грузин или армянин не знаю кто-то какой-то инвестор но он не русский был вот ну кто-то вот из из снг пространство я не помню уже потому что время прошло вот потому что ни у рома не уже не не было денег вообще никаких вот все заливалось туда изначально потому что принцип инсты был такой что 50 процентов от слива забирается денег ну то есть понятно да вот то есть то что люди потеряли то есть 50 процентов вернули вот с этого был старт всему это я потом но я уже сам конечно находился в розыске в интерполе мне некогда было наблюдать за всем это я потом наблюдал что там появляется некий life is good и и и так далее и гусейн там кстати тоже вот он теряется весь потому что как было гусейн это самый близкий друг романа миллионы вообще лет казалось бы там ну это там понятно что в кавычках я называю но это люди которые жили рядом да и деньги откуда там брались я помню долги которые закрывались долги закрывались перед господи фамилии могу повспоминать перед кем там магина эта дочка этого мне сейчас тяжело прям в эту секунду вот но закрывалась все в тот момент все это крутилась на инстафорекс и вот потом в один момент я смотрю там роман раскручивается но понятно там тема одна и та же вот кредит как как макс как называлась макс капитал можете подсказать с ними live live division когда был да 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 продукт продукт макс и на мак профи марс такой да 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 это же тоже же не на тему это же не романа тем это же тема на бочек было сначала знаете или нет ну то что было до life is good это было давненько уже если честно да но там тебя быстро загнулись вот поэтому вот как то так сейчас смотрите ну есть какая картина романа роман решает свой вопрос ему там помогают немножко в питере этом был где знаю немножко не буду рассказывать ему решают и ему там наобещали решение но там год равно там вот так будет и все вот и там цифра есть этому всему вот вода где-то так и можно слово решают вопрос очень абстрактно что значит решала он в россии вернется или деньги люди это он не то не андрей ты как журналист вот прям красавица правильно вопросы задаешь нет он не вернется в россию имеется ввиду в русском понятии решают вопрос это они то есть сколько стоит все хорошо чтобы было дальше понятно или нужно хорошо для него на фамилии называть или для всех кто участвовал нет для всех кто участвовал никому ничего не светит абсолютно понятно речь идет о решении вопросов конкретно для василенко его окружения насколько там там небольшое окружение кстати очень и очень странная ситуация он леной не занимается лена почему-то очень параллельно может может у них личные какие-то там разлады не знаю вот но вопрос решается так что как бы и он сейчас там на стадии решения и там цифры называются вот там в том следствии где пиарят в другой группе там какую-то там алу там или еще соколова там и так далее начальник следствия это все да окей окей пиарится но есть другая группа людей которые заинтересованы в том чтобы либо роман вернулся либо не вернулся вот вот как то так можно ну я попытаюсь там скользь разговаривать потому что это уже знаю много понятно смотри еще раз вот и упомянул что типа роман там плохо разбирается в крипте но еще раз повторю руководителю не обязательно детально досконально в чем-то разбираться он может найти грамотных людей которые в этом разбираются и допустим роман нашел айтишников обрисовал ситуацию ребята вот у нас ограниченный бюджет но мне нужно рассчитаться с долгами допустим на столько-то там миллионов или миллиардов как это можно сделать и профессиональные допустим программисты которые именно профессионалы в крипте рисуют план делаем выпускаем токены на такую-то сумму там 850 миллионов токенов делаем сжигание туда-сюда что ну такой сценарий по-твоему невозможно но вообще нет абсолютно ну то есть обычное кино идет сейчас вообще потому что роман очень далек от этого сам по себе это раз ну я я-то знаю романа просто вот он далек от всех этих токенов другое как как его имя поможет расти токена это раз надо с первого поставить романа не относится к проекту вот этом который сейчас у пиарится хорошо хорошо смотри андрей в на прошлых созвонах ты говорил вот я с романом общался и роман очень хочет он никого не планировал кидать он хочет совсем прочитаться смотри если роман василенко стоит за проектом utl и вся вот это вот ну как говорится все эти действия связаны желанием василенко расплатиться логика в этом есть а ты говоришь нет роман василенко там от этого дали хочет послушай андрей ну смотри у него есть сейчас новые женина бойченко которые ему вдувают в души новый проект как это все быстро попрет роману говорят что с твоими знаниями с твоими возможностями которые рома там в кавычки поставил сейчас что он не может развивать как но его сильная сторона это там пиарить семинары там что угодно понятно публичные вы до выступления ему запрещены но говорят что на базе тебя мы мы сейчас все такую штуку раскрутим вот это выглядит так примерно сегодня никакого отношения роман не имеет вот этим не токину ни к чему вообще поверьте пожалуйста вот скорость получается еще раз смотри то есть по твоим же словам роман очень сильно хочет со всеми рассчитаться но по твоим давал проекту и т.л. он отношений не имеет значит он весь год сидит и ничего не делает понимаешь вот именно вот именно боже как хорошо то сейчас выразился андрей андрей вот именно вот именно он ничего не делает и он не знает как с этой всей ситуации вырулить вообще и занимается этой ситуацией ему некие новые же не на бойченко предложенные рома хер забил рукой махнул уже давно на это все не занимается рома этими токинами не занимается он появится как он сказал ну я не могу сейчас вот он сегодня адвокату это сказал рома на связи рома никуда не терялся он на связи но никто этим проектом не занимается но смотри ты говоришь никто не занимается откуда-то взялся сайт работает команда программистов кто кто-то то занимается кто-то это создал но получается по твоим сломает это не нужно денег василенко это какая-то посторонняя команда программистов так ты хочешь сказать да я так хочу сказать потому что на наших созвонах много раз звучал такой тезис ну вот они же стараются они живут создали сайт они восстановили базу данных и так далее как бы но действительно ну и что ну да люди люди занимаются там у меня кстати в личку по написывала куча какой-то толпы людей там с киргизистана в основном что-то оттуда вот вот нам верить в токи не верить в токи ну блин это к роману не относится поймите пожалуйста хорошо окей то есть получается вот он целый год значит сидел очень хотел расплатиться но нечем и и до ничего андрей не андрея и ничего вот и ничего на сегодняшний день не происходит я хотела чтобы дима пролил свет на это все но рома видимо читает чат как я понимаю вот и диму попросил ни в коем случае не выходить на связь может ему что-нибудь пообещала хотя он диме мало заплатила так вот послушает если слушает не знаю ну вот и вот и все проект этот база данных продавалась кому угодно на бойченко ее лил влево и направо вот и сам попытался сначала продавать кстати вот не путайте вот эту всю штуку что это там уникальная база она продавалась там три рубля маша и наши вот так продавалась база вот хотя до база база что база долгов по сути кому она нужна вот поэтому и продавали быстро вот и все вот кроме она отношения не имеет абсолютно никакого рома не знает что делать по сегодня на сегодняшний день у романа нет решения что ему делать но хорошо ты сказал что у вас были был разговор что может быть ты предложишь решение то есть воспользоваться например готовой базой романа у тебя там допустим есть договоренность по финансам и так далее то есть я так понимаю но пока как как какому-то конкретному решению не пришли еще да ну да я думаю что ситуация такая что дело в том что в группе ну понаписывал разного да и роман начал ну там стрёмно относиться и бояться меня я думаю что это так больше плюс этом диму там заявляю там и показал публично документом pdf с интерпола от димы который дима только лично мне там скидывал вот я думаю что романа с этого момента испугался вот наверное это так наверное с этого окей коллеги есть какие-то мысли комментарии пожелания предложения пожалуйста вопросы может быть к андрею давайте то побуду на связи мне в 4 утра улетать все равно вот ничего андрей а с чего это вдруг король ливана заинтересовался твоими проектами что готов выделять даже серьезные суммы а у него личная жизнь устрадает а я ему кучу девочек привез ну так как обо мне говорят но это есть правда он решил что в один проект в котором я сказал что лично я буду там нос задирать и буду счастливым человеком вот то можно денег вместе и мы проговорили цифру цифра 5 миллиардов было но так это было ну можете меня критиковать меня с утенером обзывают всякая разница это работает я ему там привез 6 собак королю вот ну помимо собак еще девочек и так далее вот король очень настроен по отношению ко мне ему рассказывал историю показывал фотографии с романом про всему говорил о том что проект может рвануть и там там денег 300 раз больше заберем плюс вливание сейчас полный финансовый кризис в стране денег на самом деле много на которых нужно заработать вот и как бы он говорит окей дай мне этого романа ну вот так а то есть смысле король готов именно в проект романа что-то вложить или как-то да 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 я не сказал что у него есть нерасплаченные долги но я сказал что проект требует цифры там это было там пальцем в небо 5 миллиардов до требования вот у меня я у меня есть видео я могу сейчас подтвердить там скина кстати у меня же я же говорил жесткий диск прилетел вот у меня там слишком много мы на снимали с королем вот он там а топ там 5 миллиардов подтвердить дать роману но это бы очень много проблем порешало и мы бы может быть могли все вместе восстановиться я бы конечно был тут там знаешь посторонним таким бенефицаром получать прибыль какой-то с этой всей истории но роман сегодня занял позицию видишь он позвонил диме ни в коем случае не выходим на связь блин он от и как я сказал мне кажется опять же тут нужно нужно действовать как-то более дипломатично а то получается ты ведешь переписку с дмитрием сразу же эту переписку выкладываешь чате где больше тысячи человек да 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 я неправ да да это это было это была ошибка коллеги есть какие-то вопросы мысли предложения задавать добрый день а король ливана не может купить потрохами и дальше денежки нам раздать и поставить точку в этом большом деле на раз там и собаки и идеи девочки наши деньги просто должны быть наш лен король ливана готов инвестировать в новое мероприятие которое связано с россией он в россию очень верит кстати у россии ливана сейчас как называется с получения на украинском это я говорю господи авиасообщение да 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 настраивается ну вот и король ливана очень сильно верят в россию вот тем более он но с моих слов он понимает этот проект ни в коем случае никак не мошеннические как недостача средств принять какой-нибудь план зачем я буду что-нибудь предпринимать роман василенко правильно вот я ж не роман василенко рома василенко на самом деле имеет полную возможность выйти сейчас в чат и голосом поговорить со всеми и рома слушает всех абсолютно и сейчас я думаю что рома слушает вот потому что потом он все равно все время говори что деньги не вернутся до деньги нам не отдадут можно про них забыть верно ну я так думаю да хочу что еще думаете ну ничего не движется до хорошо тогда начал всю эту опять создавать вот эти вот клубы и так далее и так далее у тебя есть какие-нибудь мысли я вам еще раз говорю о том что я не уверен что роман вообще имеет какое-то отношение вот этим клубом и utl там и так далее у романа свои проблемы он не знает как выпутаться с них роман точно хочет закрыть эти вопросы все но у него нет средств на это все вот никакие utl этим вообще отношения не имеют на время за все интересует вот половина подали суд насколько я поняла на возврат денег а половина вступили в новых клуб и что и что роман об этом ничего не знает он смотрит и на то и на то и ему все равно вот об этом вы только вы знаете вы вступили в клуб или не вступили вообще все равно роману все равно он даже он засыпает он не знает о вас понимаете понятия не знает если вы говорите все время что он слушает читает переписку и так далее не что и что он машу и машу иванову ларису петрову помнит кто куда вступил смотрите во первых я еще раз повторю он не он явно в 99 процентах не имеет отношения к вот этой всей программе utl которую там пытались там воткнуть вам под под волну проблем до под волну проблем с романом хотите выпутаться из там как там зеленые кабинеты называются это это не касается романа абсолютно роман год в непонимании что ему делать абсолютно роман в тупике это правда я говорите что он хочет исправить ситуацию он хочет помочь он хочет скажите что он делает ну скажите пожалуйста свое мнение давайте кстати на всякий случай все таки бросим ссылку диме не хотите вот ссылка там на приглашение в чат очень странно вот это может бросить я я про я просто супер есть в опциях есть такая пригласить посылки да я попробую сейчас кстати может быть даже если дмитрий не захочет именно говорить он может просто пока там поприсутствовать как слушатель я я хочу все-таки отправить ему ссылку отправляю парламентская республика там есть президентом никакого короля нету вы будете президенты с королем это парламент или президент король это парламент или парламент республика у них нет парламент у них нет короля нет президент есть премьер-министр они 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 давно как как называется лет примерно 10 уже 15 без выборов не считаются вообще правительством но я не знаю как как не не утилизировано как называется есть юридическое другое слово потому что насколько вы такой бред несете честное слово я понимаю что вы тут над нами сесть и бьете сидите такие что-то там нам пытаетесь сказать и половина тут аудитории пытается вас послушать вникнуть во что-то вы такое-то устроили шоу маски шоу реальные не знаете ни про историю ливана не про то что там сейчас какая экономическая у них ситуация творится рассказывать какой-то почему вы так говорите внести пять миллиардов долларов в такой когда идет мировой кризис по такую хрень не ждете ей богу конечно даже не хочу с вами спорить и даже не хочу с вами в дебаты какие-то вступать вот честно слушаю внутри аж колышется все от негодования просто вот реальности будете хотите я с димой с этим с этот стимус вчера писали с этим вот реально подумайте мозгами роман василенко какой-то там адвокат который пытается на всю аудиторию нам что-то там рассказать но это вообще нормально как вы считаете что человек нанял адвоката и будет разглашать тайну он нигде не появляется наш офицер да который сказал там я офицер долг офицера так пусть застрелится тогда если он не знает что ему делать пусть застрелится как офицер 450 тысяч человек кинул пусть застрелится я только буду рада буду если он застрелится эльза да вы закончили до эльзы потому что у меня большие там деньги лежат и очень нормальные деньги то есть нет не лежат ажу их нет можно сказать а вы говорите он не знает от бедненький уехал на кипр сидит там там этот бамбу курит и не знаю чему как выйти ситуацию можно можно вставить немножечко ребят дайте мне 30 секунд буквально конечно я тоже я только буду слушать я с вами полностью согласен вот и я я вот хочу что вставить роман василенко да ну под начало компании офицер я тоже офицер кстати и меня просто удивляет одно почему роман василенко не может выступить официально и сказать ребят у нас проблемы и все и и сказать ребятам всем ну то есть всем вкладчиком и не вкладчиком пальчиком искать у нас проблемы почему такого нету почему ты у меня есть инвестиции в тинько в банке там я все отслеживаю там то есть я могу вывести 24 на 7 деньги а здесь ну байда получается то есть это какая-то ложь большая или маленькая не за все я закончу да я могу говорить до первое когда разговор был с романом основной он сказал о том что ни в коем случае он не может появляться перед следствием вообще ни на какие комментарии то есть комментарии его они будут ему идти там против его самого так его попросили его адвокаты которые ну из россии адвоката вот они не касаются интерпола вот дима потом уже подхватился как бы в догонку это это первое андрей извините я вам скажу прошу да 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 давайте сейчас три секунды по поводу интерпола несколько раз в чате писали что вы были 6 лет под ну как правильно назвать под следствием интерпол или как там занимался интерпол просто ответьте на вопрос меня интересует ответьте сейчас занимается василенко он в розыске интерпол не занимается перенет мне кажется пока не да не так родная чтобы интерпол им занимался смотрите было привинти и вы слово поймете да превентивное обращение превентивное это когда еще не началось шоу да все превентивное обращение в интерпол существует такая процедура можно в ли он писать превентивное якобы там со мной хотят расправиться с точки зрения бизнеса и так далее вот такое обращение было отправлено до обращения в интерпол следствие которое следствие подают в генпрокуратуру генпрокуратура уже обращается в интерпол такая такая процедура она именно так выглядит вот когда была подана процедура из россии уже у нас было решение о том что ли он притормаживает это обращение и будет рассматривать его детально что романа пытаются клеветать и так далее вот но в этом была и моя услуга на этом я пытался заработать и так далее вот как бы у нас мы на такое письмо получили у нас было только приватильное обращение потом и потом смотрите потом да потом смотрите потом каждые шесть месяц 2 раза в год комиссия пересматривает это обращение то есть возможно как бы там россия правильно запрашивает его экстрадицию возможно неправильно запрашивает экстрадицию вот это делается два раза в год вот на момент как мы это приняли я потом похвастался этой бумагой вот так и сделал хорошо я так понимаю роман василенко у нас не собирается возвращаться в россию но у него есть здесь конечно нет да и очень хорошие активы у него и только квартиры есть на патриархах в патриках у него квартира стоимости 500 миллионов но в рублях слава богу в рублях но вы думаете он это все оставляет здесь получается нет он не хочет делать он не знаю что делать вам так кажется если господин василенко в россии в розыске а имущество арестовано что он может сделать с зарубежной и недвижимость я еще понимаю что там он может кстати андрей что известно о каких-то его зарубежных активов они у него есть или тоже как говорится все я не знаю этого зачем мне говорит лишние слова я не знаю смотря андрей чтобы нам все-таки закрыть вопрос с королем или президентом вот я ради интереса открываю список президентов ливана вот здесь полный список текущий президент ливана на джип миккате вот он ты про какого про кого говоришь кого-то называешь королем ливана вот и я тоже его его имя здесь есть нет его имени здесь нет он пытается баллотироваться господи кто-то гласный кто-то гласный кто не гласный его зовут ясин 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 я слышал что в африканских деревнях там полно королей они там распространенные ими сейчас я параллельно 0 иван я понимаю но я имею ввиду что может быть вливание тоже там каждый монет себя королем каждой деревне свой король это поиска в америку сейчас я про я найду правильное имя папе помимо вот это вот все там только а вот нашел нашел есть инфа вас есть инфа вас очень странное поведение человека я сейчас скрин куда-нибудь скину куда можно скинуть получается в личку или группы группы это получится вот он на связи можете почитать вся страна бегает за ним вся страна с ума сходит какая разница ноги я я пытаюсь заработать деньги так подождите как как нравится аплодирует стой на всем ясин по вас его зовут есть инфа вас есть инфа вас и куча документов сша там мониторит его там пытаются там про лоббировать и так далее весь google забит этим всем вы можете перечитать да зовут его есть инфа вас вот я сейчас там скину ну куда миски не получилось что это оказалось какой нить ливанский остап бендер которые там красивые 5 миллиардов надо без проблем там через неделю сделаем да вот смотри вот я кидаю правильное имя есть инфа вас вот я кидаю вашу проблему нашу ваш король ливана кавычках не решит мы как бы по-другому не решает но у меня есть у меня есть решение для романа причем тут есть инфа вас в данном случае для романа если вы так бы хорошо бы могли разрубить всю ситуацию бы эту нашу но вы же тоже как я так понимаю ничто за бесплатно вы не делаете конечно я хочу на этом заработать да мало нас уже поимели как еще на сколько умеют но почему пусть ну ну что такое ну я вам отвечаю прямо на ваши вопросы я отвечаю прямыми ответами знаете если по вас можете можете перечитать немножко воды много будет просто я в других инвестициях тоже участвую в группах вот реально Дмитрий поддержу если бы так все было бы хорошо нормальные бы лидеры так скажем лидеры топ лидеры никуда бы не сорулили у нас все директора практически такого там 7 8 уровня выше они их здесь нет вообще нигде они все уехали они либо все в турции либо все на кипре либо еще где-то все прям все боятся понимаете все скрыто все закрытые вам так кажется нет все закрытые группы информацию передавать нельзя все понимаете так все скрытно нельзя все если бы это все было так как они говорят прозрачно и чисто бы никто бы никуда бы не бегал бы и не скрывался я тоже занимаюсь и в токенах у нас есть и монеты есть но такого бардака я первый раз вижу если честно ли вы абсолютно права я не лена абсолютно права нужно причем схватит уже слово офицер причем тут его слова понимаете это же он всегда в севастополе или как где-то господи этот баллы офицерский балл устраивал но я не знаю конечно не хочу приклинать 20 лет эти баллы проходят 20 лет эти баллы проходят они все проходят на коммерческой основе вот и все перестаньте пожалуйста все это понятно все это понятно просто единственное удивительно как 8 лет это все держалось 7 грубо говоря а вот знаете из правила прежде чем задать вопрос ответьте на него с вами как это все держалось ну наверно же не кидали никого ну как сказать не кидали понимаете я зашла немножко поздно скажем так и когда говорят вы же получали доходность какой доходность а получал все свои такие все свои те же деньги которые туда положил я их 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 же и получала понимаете в принципе чтобы получить свой начинать получить доход где-то должен отработать депозит не менее трех с половиной лет смотря какая сумма денег вот поэтому какая разница давайте давайте прямо говорить смотрите деньги которые собирались туда они шли в некую там контора я уже рассказывал вам про калининград и так далее там был там помимо калининграда там еще было неважно то есть деньги были проиграны просто проиграны вам это не сказано то есть это не было не конечно картинку рисовали пирог ну конечно ну конечно ну конечно ну послушайте я я я себя я себя не отбили я тоже картинки рисовал всегда в своих проектах и же не этим занимался кстати очень активно женя в основном этим занимался вот поэтому рома там же рядом притёрся моментально когда были проблемы вообще в личных не то что в личных то есть не было денег там гречку купить это правда он про гречку ролики снимал потом отдельно рассказывал вот и все это право не гречка перловка я это просто смотрите я с ромой жил в квартире где он жил с леной это было однокомнатная там где-то там тулился и денег нет и мы там речку покупали тогда вот у нас вот так это было на тот момент вот это все было когда там придумывалась компания с инстафорексом деньги просто были проиграны то есть роман в шоке конечно он этого не ожидал вот очень сильно роман смысле опять где-то мимо проходил что ли он там не участвовал рядом нет но он вообще мимо он да да он вообще мимо проходил это правда он мимо так смешно он везде успешно правда правда ну посмейте посмейте в плане там что президент все такие хлопали на конгрессе там выступает президент понимаете у нас президент один только в стране сами знаете кто вот поэтому когда говорили президент не смешно становилось я думаю ну конечно президенты все такие хлопали все овации такие все кричали и выговорить он мимо проходил даже не в курсе ничего да да у романа у романа совершенно другие качества он ведет семинары он не вникает в математику абсолютно нету больше в бой больше больше фотографий для пафоса для картинок но нет ни не столько он получал это правда ладно хорошо давайте сейчас много воды лит льем папу по поводу вот этого синего кабинета вы считаете они же там сейчас время какие-то новые правила придумать час вот например в апреле чтобы вывести я думаю я я думаю что вас очень далеко за нас я думаю что вас очень далеко за нас увели вообще абсолютно в другой проект и выламывает понимаете нам там начинают такие условия ставить либо мы выводим идти по с каждым месяцем будет расти процент если вы не зеленого кабинета не выведите вот я одну одну один депозит вывела с одного счета с другого мне там большая сумма как бы я уже понимаю что у нас там на йо как говорится да да правильно понимается и я не хочу вкладываться ничего это я просто уже как сторонний наблюдатель тихо смотрю наблюдаю и смеюсь сама себя ругаю что типа лохушкой все прочее это понятно что только на себя надо обижаться но в плане того что вашего вердикт но в смысле мнение вердикт так скажем что это все лажа в основном оригин основного как господи уже слова вылетел то очередная корректор бренда брендов романа васильвенко в этой истории нет и он об этом заявит рано или поздно извините снова вы еще раз в этом что понимаю что вы сейчас пытаетесь отмазать романа васильвенко полностью от youtube кабинета который перед его сливом правильно понимаю нет почему я поняли понятия не имею чтобы не было вопросов у людей кто романа васильвенко вообще назначил бенефициаром этого проекта объяснить он сам себя обозначал везде что-то этого формы и опять же опять же смотрите если роман василенко как вы говорите где-то присутствует что-то слушает или читает вам подобное неужели он не видит и не понимает что сейчас допустим если он тут не основатель до этого ютил кабинета что происходит очередное жесткое кидалово людей в большом количестве вот и может быть надо все-таки какие-то пару копеек вставить скажем так не нужно скажем так пару слов сказать людям выйти чтобы скажем так люди не потеряли опять свои последние деньги но не нужно у романа есть вот опять же я не знаю настолько смешно вообще такой бред когда такие огромные деньги да и идут такой поток огромных денег и просто их где-то проигрывать на какой-то там бирже сливать там не знаю каких-то там форексах тому подобное вот когда их можно тупо даже просто вкладывать в недвижимость в акции в реальные все остальное которые реально как минимум будут скажем так и ну как-никак ликвидны скажем так почему форекс биржи прекрасно работает прекрасно функционирует этим форексом и всем остальным там действительно можно моментально свои деньги вот это супер рисковые инструменты если вы сами занимаетесь конечно это супер рисковый а кому можно доверять это бред полный вот люди скажем так хорошо зарабатывают грамотно инвестируя как раз таки в акции вот как как нам и преподносили все это да вот акции и тому подобное там различных компаний крупных вот и в данном случае как действительно можно было бы их продать и чем-то расплатиться и тому подобное тут полная лажа какая-то идет нам что хотят представить то что день деньги были деньги слили и сейчас роман василенко белый пушистый его кинули он нигде не участвовал и извините как бы к к нему вопросов больше не имеете вот и все что понимаю и самое интересное будет конгресс очень сильно пиарит конгресс и там летят как всегда который кто-то там какие-то сделает баллы еще там какие-то там получит эти как у нас было в единицах там заработать в мае месяце намечается на конгрессе как нам говорили как будто бы там будет сам ну дали понять что роман василенко сам будет присутствовать на этом конгрессе и вы говорите о том что он там вообще как бы никаким боком и тогда чем там извините я вас что сейчас понимаю все этого разговора то что ближайшее время ютл кабинет будет слит вот и не имейте вопросов и претензий к роману василенко потому что он по он там никак не участвовал вот только это я понимаю из этого всего ну я тоже понимаю что вы прям лично модуль теперь вы адвокатом выступаете не дмитрий который должен был а вот и прям защищаете вы защищаете что вот роман там вообще не при дела хочу на конгрессе будет в мае месяце делать global star club возможности безграничны